всем привет ребят ну что у нас сегодня очередной трэш решил я побегать своими драконами на волнах многие просили пофармить локации сейчас мы попробуем пофармить посмотрим что могут пять драконов докуда они смогут дойти я конечно понимаю что мы максимум не зафармим потому что они у нас 10 левела но конечно без там особых наворотов не вкачаны и здание у нас тоже не вкачаны но мы потрешуем походим побегаем посмотрим докуда мы сможем дойти вот такие вот у сборочки 10 10 9 9 давайте тут давайте что-то поставим поинтереснее так замедление попробуем выловить так опять утекание давайте утекание поставим ракушка это не то бастион 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 сейчас посмотрим кто у нас на пост есть интересно так тыковка топовая можно было бы и тыковку и выражая сюда взять для отхила в общем все что хочешь можно но мы к так потрошу им так баст ремочка у нас уже есть на купидоне вон у вас малышник можно в принципе сердце едки влепить и неплохо будет сидушка мы положили у нас конечно все печальненько командора в общем даже я даже не знаю кому бастион приткнуть давайте на нее поставим теперь у нас бастом тоже хорошо так но мы таки не решили с драконом ожог нам не нужен многие пишут ты сливаешь зря в пустую таланты ребят это английский сервер здесь коробок немерено здесь париться над этим вообще не стоит так просвета мы поставим будем ставить на гарнизон потом проще качать если надо будет у ремочка 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 отлично а кого ее ставить можно было бы в принципе афинки поставить как вариант у нас есть атлантик блин у нас таки нету дерева это печально это очень печально потому что блин на дерево ремка нужно и на атланта в принципе давайте на атлантов цепим сразу чуну тут просвет спин таки так почнется еще один ладно давайте на такие героев поставим так разброс блин дайте нормальный талант бег каменка опять бог войны а нафиг этот бог войны горка просто жесть какая-то так давайте еще пару коробок и все заканчиваем короче ладно качаем утекание все равно герой не настолько там востребованный будет потом если что вы что-то поменяет наша главная задача поговорить о героях послевать топовые таланты как как обычно все как всегда итак поехали начнем с волн сегодня мы фармим фолмы смотрим так куда можно дойти такими героями драконы на волнах у нас не прокачанные питомцы у нас вообще везде печалька так первая волна а есть смотрим дальше 22 прошли прошли красавчики конечно не волнула пройдут посмотрите на эти героя в десятые скиллы вот мне больше всего нравится на красе так давайте про драконов начнем с арктики арктика реально обалденнейший герой она снимает бафа она замораживает она используется до сих пор и стала актуальна на архидемоны донатный герой все вот эти драконы которых вы видите они все донатны некоторых можно ну не некоторых их всех можно собрать без донат в определенных серверах на определенных акциях но это ребят как вам повезет так отлично у нас карт вот для арктики актуально ремочка актуально на архидемона талантик смотрителя если вы используете также можно ну ремка это если рунами есть то можете что-то другое там оживу поставить имеет встроенный приговор в общем обалденнейший герой не имбовый на сегодня но для фарма нужный то есть там на лаву если вы будете дальше фармить герой востребованный и без него реально будет вам сложно ну несложно есть big food есть куча героев с заморозками разными думаю если у вас есть артика то у вас будут другие герои уже это не будет проблемы скажем так так отлично b3 пошли дальше у нас идет дракон дракон был перед артика если не ошибаюсь в свое время тоже мега имбовый он замедляет он понижает атаку в общем волну бы мы тоже затащили для него то же самое что и для арктики актуально в принципе это это так забрали награды и ремка актуальная живу можно поставить у нас в сатикане вот что он делает скорость атаки атаку и скорость передвижения на десятки на 90 процентов ребят это дофига это замедляет практически там понижает параметры героев два раза но опять же он тоже не особо сильный в наше время скажем так потому что есть другие герои которые намного сильнее ну опять же его можно использовать в таких локациях как допустим фарм хильдийского босса там там где надо вам на архидем они по скорость атаки ну то есть можно использовать очень много вариаций на гоблинах можно использовать в лабиринте так отлично то есть вариантов очень много разных отлично смотрите как тащит дальше у нас идет вольт вольт чем он хорош в свое время когда он вышел это просто было жесть его было сложно пройти он кидает ослепление на ваших героев имеет очень высокий домах бьет несколько целей ну не с руки имеется ввиду а с своим скиллом то есть он наслепляет героев и они не могут использовать свои умения это очень крутой пашный герой но основной был минус ему то что он очень быстро убивается по отражению как и принципе любой герой но вольт очень особенно об это убивается потому что много дамага и когда вышел сейчас недавно проклятый доспех подашка он стал опять же актуальной ремка плюс подашка либо ремка у либо так либо так и герой реально очень круто себя показывает блочит используется тоже на архидемоне в большинстве случаев ну и на пвп локациях на битве гильдии в принципе можно использовать смотря какой у вас топ но он бьет юнитов также есть свои варианты свои нюансы так отличненько волна до зафармлено вот дальше у нас идет некрас ну это скажем так своего рода как бы автопрокер потому что предыдущие все они не автопрокеры а вот некрас автопрокера и он получает заряд энергии и сразу же культует он себя там отхиливает процентальное значение от урона плюс невосприимчив к урону некоторое время в общем вроде неплохой бьет по зоне снимает бафа то есть как бы тоже дракон очень все драконы не по-своему хороши опять же убивается очень быстро об отражалку поэтому подашка я с оживой с сон неплохо с бастом вообще ему любой талант на атаку в основном противопоказан потому что у него очень много дома он будет себя сливать так волну и прошли поехали на поэтому ему лучше всего там наживу и со поставить что-то такое на хп надев чтобы не особо страдал и будет вам счастья ну в основном он используется на пвп локациях на дефи сейчас мы вообще на битве гильдии перестали ну смотря какой опять же топ его использовать но тоже в свое время был очень крут так что мы тут добьет не добьет должен любить чуть не проиграли вот то есть такая сборка для для на краса будет неплохая у меня тут сотен к и он стоит в принципе тоже неплохой вариант особенно если на девятку качнуть ну и осталось самое скажем так такая имба на сегодня это лохник это самый донатный герой но его тоже он уже подешевел потому что по выходили бездонатные герои тоже очень крутые со временем у нас все дешевеет он наносит паралич на зону снимает бафы то есть парализует вы тоже ничего не можете использовать наносит офигеннейший домах усиляет получение урона по моему на 50 процентов сейчас мы глянем найдем посмотрим но в общем один из обалденных плюс имеет как и фрея пониженное восприятие к урону то есть максимум 10000 по ним проскакивает когда он будет в астрал свой форму также и волна ну давайте тащите ну видите драконы делают свои все-таки драконы тащит тут 10 скил и чушь тут не тащить вы скажете уже 137 уровне против нас неплохо 140 вечно так вот такой вот он для него актуально жива для него актуален пастион в принципе для урона если хотите урон плюс жизнь пакнул такое себе мнение особо нравится и со можно поставить вот снимает бафы с 2 его и наносит урон двум вражеским героям каждых 0 4 секунды в течение 8 секунд повышает их не восприятие урону на 50 урон по зоне 1760 ну в общем вот как-то так пониженной плюс еще восстанавливает себя на сто процентов вот это самый имбовый на сегодня у нас герой так окей поехали дальше следующая волна у нас аж посмотрим на скольки у нас затащат драконы 20 но настолько огнень к сарковой чисто для силы его качал неплохо так они конечно смотрятся но это без скину половина героев у нас со скину только вольт остальные герои без скина вроде пока держимся h5 прошли красавчики напишите в комментах то как докуда дошел может кто-то тоже двадцатыми героями проходит то есть видите сочетание талантов единственное чтобы они были заряжены были бы не римочные опять же рим когда до поры до времени ну а так если они заряжены и каждого свои свойства тут замораживает тут понижает атаку тут снимает бафы вот еще что-то делает блокирует то есть сочетание вообще очень дикое получается универсальная тема для для всего просто изи а и 5 пройдена джей волна интересно интересно мне уже самому интересно докуда они дойдут шей 5 ну давайте друзья тащите а просто и изи джей 5 еще немножко еще совсем немножко таки до волны джей дойдем к волну что значит десятые скиллы 20 прокачки на десятые скиллы делается еще даже никто не слился у меня даже смотрителя как видите нет 5 дракона или нет смотрителя отлично просто зональный урон это это нечто замедление заморозка снятие бафов слепление что еще надо вам скажите просто нечто л волна она пройдена так ну давайте тащим тащим м5 просто изи еще конечно у нас вон хватает ну вот вам двадцатые герои смотрите что огнекрыл сона может делать просто волну тащит один волна о да драконы конечно это кайф что я могу вам сказать не вот да не Вот мясо. Он даже не добегает до них. Что он тут может сделать? Просто жесть. Вот так вот, ребята. Офигеть. П-волна. 20-е против 150-х. Пока тащим. Так, ну уже есть проблемки, вижу. Ну самое главное, чтобы куча нападали. У нас не прокачанное здание, не прокачанные таблетки. То есть у нас полный трэш. По пройденному. По 3. По 4. Так, у нас вольт, не, вольт жив, все нормально. Держимся. Так, вот мясо, вот-вот-вот-вот начинаются уже проблемки у нас. Ну вроде, вроде пока тащим. Ну думаю, Огник затащит, или не затащит. Давай Огник тащи, я в тебя верю. Эй! Ну, не слися. Есть, затащили. Волна П пройдена. Двадцатыми героями. Я офигею. Кью, поехали. Ну тут уже дальше будет, наверное, сложно вам пройти. Отхила маловато. Питомцы не вкачаны. Но все равно, просто жесть, что они чудят. А уже, вот смотрите, вот вам имба, вот вам пришел Атлант. Он просто тупо на Q2 минуснул всех героев. Жесть. Видите, не заблокировали вовремя. Так, отлично. Заблочили, вроде, вовремя. U3 пройдена. Так, держимся, держимся, ребятушки, держимся. Красавчики. Ай, Атлант опять, ну, аааа. Ты, ё-моё. Так, не, затащили. Q4 затащили. Красиво. Так, ну что? Держимся. Месу надо убить. Эй. Тащите Q5. Это жесть, ребят. Это драконы называется. Блин, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Обидно. Ну, давайте еще попробуем. Вот так вот. Вот вам драконы, которые связки реально очень круто работают. Блин, обидно, конечно. Практически так хорошо шли. Так, отлично. Так, отлично. Так, отлично. По-моему, все, ребятушки. Q пройдено. Офигеть. Вот это драконы. Я даже, честно говоря, не ожидал, что они так будут тащить. Вот видели, миссы? Вот это вольт ударил. Ну, поехали. Волна R. Чего же терять? Трашивать, так тррашивать по полной. Я думаю, тут уже Unreal, скорее всего. Тут уже Атлант включился. И он сказал нам, до свидания. Но, ребят, это двадцатые герои. Тоже сто восемьдесят пятые пошли. Ну, ничего себе. Первую затащили. Дракон слился. А может и затащим. Кто его знает? Кто его знает? Посмотрите, что они делают. Офигеть. Ну, давайте тащите, я вас верю. Ну, ребят, с вас лайки. Это, по-моему, топ-контент. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот дракон против нас вылетел. Так, ну, давайте еще один разок. Ну, это жесть. Так, отлично. Дракон опять улетел. Обычный наш. Печально. Так, опять Атлант пришел. Ну, это все. Остался у нас одиногник. Бедный и несчастный огник. Он тут уже ничего соло не сделает. К сожалению. Блин, ну, интересно, конечно. Понятно, все. Ладно. Можно смело выходить. Ну, волна Air без расстановки, без ничего. Неплохо, как по мне. Реально, очень-очень круто. Все. Пишите комменты, лайки, репостики. Пишите, что хотите увидеть. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.